Всем привет! Перед вами на столе термоэлектрический преобразователь. В простонародье этот преобразователь называется элемент Эльтье. Посмотрите на него. Вот его маркировка. И в данных экспериментах, которые сейчас я вам покажу, будет использоваться именно вот такой вот элемент. Вот. Лежит он просто на столе. И для начала, прежде чем я расскажу подробности об этом интересном радиотехническом элементе, давайте изобретем что-нибудь БТДшное. Сейчас, прямо у вас на глазах, из этого элемента я буду получать бесплатное электричество. Без генераторов, без солнца и даже без воздействия магическими руками. Я подключил амперметр на одну из самых чувствительных шкал. Сейчас вся шкала полтора миллиампера и вольтметр. На стандартной шкале в 20 вольт он будет нам показывать напряжение, которое возникнет на этом чудесном алюминии. Ну а теперь чудо! Чудесным образом на столе появилась вот такая конструкция из магнитов. Как видите, пока что показания приборов ноль. Но что будет, если магическая магнитная пирамида будет размещена на обыкновенном элементе пельтье? Давайте посмотрим. Что это? Мы видим напряжение и даже ток. Правда, стрелка зашкалила в другую сторону, поэтому мне придется поменять полярность щупов. Итак, поменяв полярность и разместив магниты прямо на элементе пельтье, я получаю электричество. Магниты не движутся. Приборы подключены непосредственно к элементу. Тут нет ничего сложного и нет ничего удивительного. Мы видим возникшее из ниоткуда напряжение. Мало того, не просто напряжение, а еще и ток. Давайте прочитаем. В данном случае на приборе нет, конечно, даже 0,1 вольта. Это 0,07 вольта. И есть ток. Буквально секунду назад он был почти 0,3 мА. Магниты не двигаются. Никакого изменения магнитного поля нет. Но при этом ток вырабатывается. Давайте посмотрим, как среагирует наша установка бестопливного электрического генератора на замыкание. И ток и напряжение упали до нуля. Короткое замыкание. Разомкну. Все вернулось назад. Еще раз замкну. И еще раз разомкну. Очевидно, что данная конструкция ведет себя, как самая настоящая батарея. При этом батарея, которую замкнули и разомкнули, немножечко просела. Но ток все еще есть и напряжение присутствует. Если я сделаю школу более чувствительной, стрелочка, показывающая ток, показывает вполне реальные значения. Это не какой-нибудь мизер, не электрический навод. Мало того, если я к магнитам добавлю вот такой металлический диск и усилю магнитное поле, посмотрите, что получится. Я снимаю магниты, подкладываю металлический диск и ставлю магниты на место. Усилив магнитное поле металлическим диском, я увеличил напряжение и увеличил ток. Ток почти 0,7 мА. К сожалению, напряжение мало всего 0,1 В, но при этом сейчас вольтметр у меня подключен на прямую к амперметру. Конечно же, напряжение в этом случае достаточно сильно проседает. Если я попытаюсь отключить амперметр, ничего не произошло. Удивительная батарея, которая практически не реагирует на нагрузку. Хотя на короткое замыкание, как вы видели, она хорошо реагирует. Ну а теперь давайте немножечко поговорим о науке и подробностях этого феномена. Ничего удивительного здесь нет. На самом деле магнитное поле в данном случае вовсе не при чем. Магниты просто-напросто холоднее, чем диск, который находится при комнатной температуре. А элемент пыльтье реагирует не на магнитное поле, а на разницу температур между нижней и верхней поверхностью. Или правой и левой, как вам будет удобно думать об этом или размышлять. Термоэлектрический преобразователь вот такой можно встретить в автомобильных холодильниках, в офисных кулерах, иногда в некоторой радиоэлектронной аппаратуре. Очень часто такие элементы используются в астрографии. Это в тех областях науки, где фотографируют затемненные участки неба. Чтобы светодиодную, а точнее фотодиодную матрицу, чувствительную, которая воспринимает свет от дальних звезд, охладить, а охлаждение нужно, чтобы было как можно меньше шумов, и получить четкие фотографии, используются элементы наподобие вот этих. В некоторых областях, когда надо охладить что-то локально, таким элементом пользуются как холодильник. На основе таких элементов многие умельцы делают именно охлаждающие установки, с помощью которых можно охладить пивко, лимонад или еще что-нибудь. Поставить сюда стакан, включить напряжение, и будет происходить охлаждение. Но я вам показывал, как этот элемент вырабатывает ток. Это не самое лучшее его применение. КПД таких термоэлектрических преобразователей в качестве генераторов крайне низкий. А теперь давайте немножечко подумаем, как же он работает. Внутри полупроводник. Причем достаточно такой нераспространенный. Сделан он специально для этих элементов. Это телурид висмута, и то и другое яд, но вместе, в расплаве, они как бы инертны. И слава Богу. Но на одном телуриде висмута сделать такой элемент невозможно. Тут есть две пары вот таких вот полупроводников. Об одном из которых я уже сказал. А вот следующий полупроводник, он достаточно интересен тем, что это раствор силикона в Германии. Ну, точнее, кремния в Германии. Не сплав, не расплав, не соль, а именно раствор. И вот два таких полупроводничка размещены попарно под этими подложками. Увидеть конструкцию вы всегда можете в интернете. А мы продолжим некоторые опыты. Итак, прямое предназначение этого элемента – охлаждение. Охлаждение небольших участков, причем с очень низким КПД. КПД весьма и весьма плохо по сравнению с компрессорными холодильниками. Но при этом компактность, отсутствие движущихся частей, и простота в монтаже позволяет использовать эти элементы там, где мы не говорим об экономии электроэнергии. Если пропускать через этот элемент электрический ток, причем достаточно большой, данный элемент рассчитан на 12 вольт, насколько я понимаю, стоит цифра, он не очень мощный, одна из его сторон будет охлаждаться, а другая – нагреваться. Ну, нагрев демонстрировать неинтересно, охлаждение гораздо интереснее. Давайте я попробую собрать установочку и двумя градусниками проверить, как это будет происходить. Я подключил блок питания. Он у меня на 12 вольт и 4 ампера, примерно 24 ватта я буду подавать на этот элемент пыльтья. Ток буду фиксировать с помощью вот этого прибора. Блок питания аж завывает, а я пытаюсь увидеть температуру. В данном случае на этой стороне температура не растет. Скорее всего, происходит охлаждение. Да, происходит охлаждение. Давайте я немножечко вот так вот ртутью попробую помигать. Я думаю, вам видно. Радусник отрицательной температуры не показывает. Вот. А теперь я переверну элемент. Эта сторона у него греется. Нагрелась уже достаточно сильно. И смотрите. Даже трогать горячо. Выключу. Выключу. У меня, оставшись холодной, вот эта сторона чуть не покрылась инием. А вот вторая сторона очень и очень горяча. Давайте устроим радиатор. Дело в том, что для эффективности охлаждения лучше всего воспользоваться генератором. Эээ, радиатором. И генератором тоже, наверное. Сейчас я поместил холодный диск комнатной температуры на ту сторону, которая у меня нагревалась. И ток, проходящий через элемент пыльтье, будет охлаждать вот эту сторону, а свое тепло отдавать на радиатор. Тем самым мы повысим эффективность этой установки. Это будет гораздо лучше. Давайте включаем. К сожалению, градусники подобного рода слабо годятся для того, чтобы фиксировать температуру. Итак, буквально сразу элемент пыльтье становится очень холодным. Ну, а диск от гантели нагревается, и нагреваться он будет долго. Сейчас попробуем зафиксировать низкую температуру с помощью какого-нибудь, какого-нибудь раствора. Попробуем заморозить капельку масла. Она уже достаточно остыла буквально у нас на глазах. Смотрите. Все. Капля масла застыла. Ее можно вот так вот оттовырять. А давайте ее положим на горячую сторону и понаблюдаем, как она плавится. Вот смотрите. Здесь она сейчас расплавилась. А теперь я возьму и поменяю полярность. Вот так. Вот она вся растеклась. Сейчас я поменяю полярность. Элемент пыльтье, он обратим. То есть, когда я сменю полярность, нагреваться будет и охлаждаться другая сторона. Так. Давайте посмотрим. Пока еще теплая. О, все. Начало остывать. Все, застыло. Застыло. Я могу это ногтем сковырнуть. И вместо капли у нас хлопья. Это был эффект, когда мы пропускали ток через элемент пыльтье и охлаждали одну из поверхностей в зависимости от направления этого тока. Ну, это была демонстрация прямого эффекта. То есть, эффекта использования по назначению этого элемента. То есть, мы охлаждали и нагревали одну из поверхностей. А теперь обратное применение. То есть, элемент пыльтье как генератор. Насколько он годится. Вот. Используется здесь эффект Зея Бека Томаса, который еще до самого Жан Пельтье наблюдал эффект термогенерации как в термопарах, так и в полупроводниках. И он даже написал свои законы, написал свои трактаты. И позже, где-то лет через 10, именно Жан Пельтье изобрел свой элемент на основе полупроводников и их растворов и их сплавов. Так вот. Эффект Зея Бека заключается в том, что если мы нагреваем одну сторону такого элемента, а другую охлаждаем, так же, как и в термопаре, одну часть термопара охлаждаем, другую нагреваем, возникает в цепи электрический ток. И этот эффект как раз я использовал в начале ролика. А сейчас мы попробуем решить задачу. А насколько эффективна такая генерация? И может ли она зажечь хотя бы маленький светодиод? Или вот такую матрицу? А тем более зарядить сотовый телефон. Ведь на ютубе вы наверняка видели, как с помощью элементов Пельтье, охлаждая их снегом и подогревая огнем, заряжают сотовые телефоны, и даже светятся большие фонари. К примеру, вот такие вот фонари. Вы наверняка наблюдали, что подогрев рукой элемент Пельтье на свежем воздухе, вот такая матрица здоровенная может загореться. Давайте выясним все это дело с научной точки зрения. Итак, комнатная температура вот этого диска. Примерно 23 градуса. Элемент Пельтье рассчитан на разницу градусов 70 в 100. Ну, разные элементы по-разному. Но вот в основном бытовые, которые продаются на Алибабе, они вот на этой рассчитаны. Сейчас приборы включены напрямую, запитываются только от элемента Пельтье, то есть я его потрогаю рукой. И вот от моей руки мы видим чудовищную генерацию энергии. Именно энергии, не просто напряжение там и тока, а энергии. Но только эта генерация очень-очень мала. Это десятые доли миллиампера, доли миллиампера, не миллиампер, а доли миллиампера. И сотые доли вольта. Сейчас вот три сотых под моей тёплой руки и вот этого диска. Есть уже на Ютубе опровержение таких вот эффектов, что с помощью ладони и уличной температуры, даже очень холодной, сгенерировать достаточную энергию для питания светодиодной матрицы хотя бы вот такой, ну, практически невозможно. Да, некоторое свечение будет, если вы примените элемент пертье, умножитель, ну, либо преобразователь напряжения, вот. Но мощность свечения, она никогда не будет больше, чем та мощность, которую вырабатывает этот элемент. Давайте сейчас вот, рискуя его сломать, мы попробуем из него выжать максимум. Я возьму газовую зажигалку и подогрею его. Подогрею по максимуму. Итак, мы выжили 1,5 мА и 0,2 В. Вот сейчас у нас 3 мА и даже 6 мА и 0,3 В. Вот, дальше элемент пертье просто может развалиться, потому как вот эти прокладочки у него из силикона и сам полупроводник, он критичен к температуре, он много не выдерживает. То есть, это был максимум. Перемножить одно на другое, думаю, сможет каждый. То есть, ток в 6 мА и напряжение в 0,3 В дают нам слишком малую мощность для того, чтобы горел, ярко горел вот такой диод. Да, он будет светиться, его будет видно. Но говорить о том, что даже 4, 5, 6 элементов пельтье мощных зажгут ярко вот такой фонарь не приходится. Когда видите такое, знайте, в корпусе этого фонаря спрятаны хорошие батарейки, которые позволяют ему светиться, независимо от элемента пельтье. А маленькие ловкие ручки с переключателями делают все очень чудесно. Это примерно так же, как в начале ролика. Без всяких чудес я вам показал, что магнит генерирует электричество, даже не двигаясь. Итак, мы выяснили, что, во-первых, это микрохолодильник. Хорошо работает, но многое жрет. Во-вторых, то, что он генерирует электричество, но генерирует его крайне мало. Для небольших экспериментов это дело сгодится. То есть, можно засветить маленький-маленький диодик. Можно два. Но о ярком свечении говорить не приходится. Тем более, о зарядке аккумулятора для сотового телефона. В данном случае это фейк. На этом все. Пока. До следующих встреч. Мы познакомились с очень интересной радиодеталью. Это не моя деталь. Где их взять, вы знаете. А я взял ее у своего брата. Всем пока. Всем хорошего настроения.